друзья всем привет с вами виктория спасибо что заглянули ко мне на кухню сегодня будем готовить шоколадную помадку из шоколада готовится такая шоколадная глазурь буквально за 5 минут очень быстро понадобится всего три ингредиента это шоколад молоко и сливочное масло я это буду делать микроволновой печи для микроволновой печи подойдет прекрасно вот такая жиропрочная емкость как у меня либо керамическая емкость если же вы будете готовить на огне растапливать шоколад то лучше взять кастрюлю с толстым дном такую шоколадную помадку можно использовать не только для прослойки коржей для тортов но также украсить ею торты кексы рулеты эклеры или использовать в качестве наполнителя к блинчикам оладушкам мороженому или как самостоятельный десерт просто намазав на батон пропорции я всегда беру на 200 грамм темного шоколада одну вторую часть молока то есть 100 миллилитров молока и 50 грамм сливочного масла и врачное масло нужно нарезать на небольшие кусочки шоколад можно просто наломать на кусочки либо порубить ножом шоколад добавляем 100 миллилитров молока и 50 грамм сливочного масла кстати если вы соблюдаете пост или вегетарианец то вместо сливочного масла и молока можно добавлять растительное молоко такое например как кокосовое и растительное масло получится тоже очень вкусно и отправляем все это растопиться в микроволновую печь короткими импульсами по 30 секунд этот процесс может занять примерно 2-3 минуты ориентируйтесь на особенности вашей микроволновой печи если вы это делаете на водяной бане то растапливаем шоколад с маслом и молоком на маленьком огне регулярно помешивая мне понадобилось ровно три минуты и теперь с помощью силиконовой лопатки начинаем все интенсивно перемешивать в центре постепенно вы будете видеть как масса становится однородной и глянцевой если шоколадная помадка получилось у вас слишком густая то добавьте немного молока и еще раз перемешайте если же она у вас получилось слишком жидкая то наоборот добавьте немного шоколада грамм 30 поставьте в микроволновую печь и затем опять все хорошо тщательно перемешайте после того как мы добились однородной консистенции вот я вам сейчас показываю вот такая консистенция это будет прекрасно нам нужно ее хорошо остудить остужать нужно примерно до 40 градусов как это проверить вы можете окунуть палец в шоколадную глазурь если вам не горячо то этого будет достаточно не забывайте что по мере остывания шоколадная помадка будет загустевать в этот раз я использую шоколадную глазурь чтобы ею покрыть шоколадный пирог рецепт этого пирога вы найдете в следующем видео напишите мне в ваших комментариях как вы используете вашу шоколадную помадку вот так помадка смотрится в более остывшем виде вот она уже очень хорошо загустела хранить ее можно в герметичной емкости я ее прикладываю в баночку хорошо закрываю и храню в холодильнике минимум до недели надеюсь это видео было для вас полезным не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал желаю всем удачной выпечки прекрасного настроения и до новых встреч с вами была виктория